Татьяна Зайцева, дизайнер интерьеров, живет в Варшаве, сама из Киева, да? Да. Мы здесь не для того, чтобы поговорить, а для того, чтобы вы что-то делали. Основной поток клиентов у тебя приходит от твоих партнеров, от каких-то прорабы, строительной организации. Все клиенты идут оттуда, но не идут с моего сайта, как мне бы хотелось, чтобы приходили на нашу дизайн-студию, на наши условия по цене. Вот с этим, собственно, и я пришла. Ум заменяет деньги. По цене 350-400 гривен квадратный метр. Так? Это 10-12 евро. У предпринимателя есть такое крутое качество. Качество, знаете, азарта, когда он все равно в какой-то момент все ставит на кон. Слушай, клиент, тебе нужен дизайн-проект. Я знаю одну тетю, которая за 3 рубля тебе сделает этот проект. Цена ниже плинтуса, да, но в любом случае тебе это выгодно. Твой продукт уже не крутым. Боишься так, что у тебя придет меньше клиентов, и ты останешься без денег? Да, ну это нормально. Мое место здесь для того, чтобы зажигать вас. У меня не покупают дорожки. А у других покупают. Мы даем большой откат. Мы даем 20-30% за то, что они работают лично с нами. Надо приехать и реально сейчас взять и пигачить. Ты нам в позапрошлом году по 250 делала. А в этом ты 550 хочешь? Эй, нет. Ну давай хотя бы за 300. Вот диалог. Почему люди так не ценят свой труд? Вот это большой вопрос. Люди еще и торгуются. Такой клиент, который тебе не нужен, он все-таки остал твоим клиентом. Я не пойму, зачем ты это делаешь. А как думаешь, в чем проблема? Я не знаю. Я чего-то не вижу. Добро пожаловать в бизнес. Не говорите о том, что у вас не то, что бизнес. Ну это смех, ребята. Это просто смех. Мне даже жалко ваше время. Что делает Татьяна в вашем шоу? А вы разве не знаете, какой скандал был с Татьяной? Сегодня у нас новые герои. Катя, Александр. Мы приехали в музей Сальвадора Дарин. То есть вы будете в Испании, непременно его посетите. Вопрос к тебе сейчас не в ценнике. Вопрос к тебе, что тебя как дизайнера, как такового нет. 20 долларов цена, по которой вы продаете, за 10 вы ее изготавливаете. Сколько в месяц в среднем ты можешь зарабатывать? 10 долларов за футболку. Сегодня это сумасшедшая себестоимость. Расскажи об условиях, которые ты ставишь клиенту. Прошел всего один день, а у нас уже все изменилось до неузнаваемости. Стань адвокатом своего клиента. Фишка в том, что они как бы в единственном экземпляре. Да нет в этом фишки. Доброе утро, друзья. В эфире Ермилова зажигалка бизнес-шоу. Да, вы все правильно видите. Я сейчас ухожусь в Испанию с селфи-палкой. И это такой мой первый опыт, честно говоря. Поэтому в этом выпуске вы увидите не только наших новых героев Кати и Сашу. Узнаете, чем продолжается, в общем-то, история нашей Татьяны, дизайнера. И сегодня будут очень интересные факторы. Вы узнаете, почему Татьяну не любят, оказывается, в среде дизайнеров. Какую ошибку она совершила. И услышите, каким опытом поделилась моя подруга Елена Петреску, с которой мы, кстати, делаем ремонт, который у нас в разгаре. И вы это тоже увидите. И чем мы помогли Татьяне. Ну, посмотрим, помогли ли. Ну, а также, собственно, в этом выпуске вы увидите мои небольшие, такие вложенные моменты из моей жизни в Испании, куда мы с Алисой отправились на неделю, потому что у нас впереди соревнования. Вот буквально завтра мы будем выступать. На момент выпуска влога уже мы будем знать наши результаты. Я очень надеюсь, что мы привезем свое золото. Так что этот выпуск обещает быть насыщенным, интересным, ярким. В общем, таким, как и я сама. Поэтому желаю всем замечательного дня. Желаю всем досмотреть этот выпуск до конца. И если вы смотрите нас впервые, обязательно досмотрите его. Его не пожалеете, потому что наш влог не просто рассказывает о бизнесе, предпринимателях, поднимает настроение. Он меняет наши жизни. И это абсолютная правда. Хорошая музыка. Так, привет, друзья. Сегодня у нас интересная встреча, беседа. У нас сегодня есть Таня. Привет, Таня. Привет. Таня напряглась. Почему ты напряглась? Потому что я появилась в кадре. Я так и сидела. Я так и сидела. Хорошо. Сегодня у нас есть Таня. Вы помните, что в прошлом выпуске мы с ней познакомились. И Таня у нас дизайнер интерьеров, которая пришла со своей задачей. Лично мне, Таня, было интересно посмотреть выпуск, потому что я не присутствовала. Я увидела очень много, как по мне, очевиднейших вещей. И сегодня я как раз решила устроить тебе встречу еще с одним дизайнером. Я ждала ее. Вот. Это Лена Петрезко. Все уже знают Лену. Во-первых, потому что мы с Леной делаем 354 ремонта. И сейчас мы в офисе делаем ремонт. Во-вторых, потому что Лена офигенный дизайнер. И я не знаю, в третьих или в первых, потому что на почве дизайна мы с Леной как-то умудрились подружиться. В общем, у меня есть свои сегодня мысли по поводу того, почему я собрала вас вместе. Не просто так. Но для начала я хочу, Таня, тебя спросить, что за неделю у тебя произошло в твоей голове? Что-то поменялось после общения с Сергеем? Читала ли ты комментарии? Что? Я понимала, что Сергей в прошлой программе, в нашей первой программе, да, он меня поддавливал, чтобы я приняла, чтобы я приняла вроде как правильное решение. Но почему мне тяжело на это решение решиться, поднять стоимость, что-то сделать, какие-то внести изменения, потому что поднять не вопрос. Да, у меня и была стоимость выше, и при всех моих действиях, которые я делала, я все равно не получала клиентов. Что еще? Ты что-то все-таки поменяла или не поменяла? Я промониторила свой сайт. Я выбросила все работы, которые мне показались уже не особо актуальны и интересны. Я оставила те, которые самые эффектные, на мой взгляд. Я промониторила цены. Я поставила цену выше, чем она была указана у меня ранее. Не потому, что мне, да, мне хочется работать дороже, но это было не просто так. Есть девушка, с которой я работаю достаточно длительное количество времени, и я как бы делаю для нее проекты. Визуализация, чертежи, и я знаю, какой ее уровень цен. То есть я понимаю, что проект это я делаю, да, рисую эту 3D-визуализацию, чертежную документацию. Поэтому я подумала, что как бы если она в таком ценовом сегменте работает, у нее есть клиенты, да, почему я не могу побороться за такой же уровень клиента. Вот, поэтому я пока поставила такие же цены, как у нее. Разбила это тоже на подпакеты для того, чтобы люди могли выбирать. Что еще сделала? Я перевела все контакты на себя, потому что была часть контактов у нас на девочку-напарницу, которая здесь у меня в Киеве. И перевела на себя для того, чтобы рекламные действия, которые я делаю, я видела, только я видела их эффективность, да, по звонкам и так далее. Была у меня мысль запустить контекстную рекламу без ограничения бюджета. Я подумала, что я хочу понять, возможно, другие компании тратят гораздо больше суммы, чем я, поэтому у них и отклик больше. Ну вот тут, наверное, я хотела посоветоваться. Я думала взять самые высокочастотные запросы без ограничения бюджета, посмотреть неделю, какая будет реакция. Но помню, что некогда, когда я работала с другими ребятами, они мне советовали высокочастотные запросы не использовать в пользу низкочастотных, что так мы можем сэкономить бюджет, да, но при этом привлечь тех же клиентов. Вот тут я, пожалуй, наверное, стопнула на этих действиях для того, чтобы спросить, что вы думаете об этом, как эффективнее все-таки бюджетное распоряжение? Я думаю о том, что ты не туда смотришь. И мне кажется, что ты не видишь свои главные проблемы, которые нужно решать. И я могу сказать тебе, задать тебе следующий вопрос. Как ты считаешь, вообще дизайнер Татьяна Зайцева, она существует, она вообще кому-то интересна? Она вообще есть, вот этот дизайнер, к которому кто-то хочет прийти как дизайнеру? Есть ли у этого дизайнера какой-то статус, уважение к самому себе, есть ли это ощущение? Есть ли это ощущение со стороны рынка? Как ты считаешь, вот как ты чувствуешь? А как его можно оценить? Да очень просто. Знаешь, такой был интересный момент у меня, я обязательно хочу его обсудить чуть-чуть позже, потому что мне стало писать огромное количество дизайнеров, людей, имеющих отношения, что делает Татьяна в вашем шоу. Я говорю, какое вам дело, что делает Татьяна? Она пришла с определенными задачами, вы кто все? И люди стали сразу же, зная, что опасно на меня наезжать, все стали говорить, а вы разве не знаете, какой скандал был с Татьяной? Я, естественно, не знаю, какой скандал был с Татьяной, я как бы не очень люблю скандалы, но, оказывается, была очень интересная ситуация с тобой на рынке, и я думаю, что, ну, очень среди четыре дизайнеров, например, оказалось, что она есть, я опять-таки волей-неволей знаю какие-то вещи, потому что моя подруга дизайнер, мы, естественно, что-то обсуждаем с ней, все равно существует, ну, это достаточно профессиональная тусовка, которая друг друга знает, да, особенно классные дизайнеры друг друга знают, они знают, кто где чей проект, кто какой диван придумал, кто какой дизайн проект придумал, вот, и, естественно, оказывается, существуют какие-то пуларные вещи, да, и, как бы, скажем так, уважение в среде дизайнеров и неуважение в среде дизайнеров. Ты умудрилась заработать страшное неуважение в среде дизайнеров. Я хочу это оставить, ну, чуть-чуть на потом, это ни в коем случае сейчас с моей стороны, знаешь, я вообще поняла, когда я узнала всю эту историю, я поняла, что ты достаточно смелый человек, раз пришла сюда, и мне кажется, что у тебя это болит, раз ты пришла сюда, потому что это некая публичная огласка все-таки, и, как бы, тогда, когда тебя, ну, мягко говоря, не уважают и говорят, кто Зайцева, ты знаешь вообще, кто она. Я думаю, что это та проблема, которая мешает тебе, в принципе, найти себя, мое такое ощущение, и до тех пор, пока ты этого не сделаешь, и пока ты не станешь той Таней Зайцевой, которую ты сама зауважаешь, и которой ты сама поверишь, и в которую ты сама увидишь ценность, ни один нормальный клиент тебя не купит, потому что клиенты покупают хорошие на уровне ощущения, им очень важно пообщаться с человеком, им очень важно понять, вот я, например, работая с Леной, Лена не даст соврать, сейчас, вот, чем дальше проекты у нас идут, тем меньше я вообще вмешиваюсь в проект. То есть настолько идет доверие к человеку, что она, в принципе, понимает, мало того, она смотрит на шаг вперед, потому что, я считаю, вообще вот профессионалы, да, это те люди, я в своих сферах так делаю, когда вот обычный потребитель, да, он там видит, условно, в свадьбах у меня так было, человек видит там стул в чехле с бантом, он первый раз с этим соприкоснулся, и он говорит, вау, я это хочу, и ты смотришь и говоришь, блин, ребята, это 24 года назад было, да, классный дизайнер, это дизайнер, который внедряет такие вещи, до которого еще, ну, до нормальных людей это еще не дошло, то есть обережает, да, там, Лена когда-то в офисе повесила мне космическую люстру, я так осмотрела и думала, и сейчас это единственный предмет интерьера, который я ей говорю, вот это я точно менять в своем офисе не хочу, давай ее перевесим, уберем, заменим, но она должна где-то остаться и присутствовать, вот, и вот этот момент классности дизайнера, и момент доверия, и момент того, что когда ты с ним общаешься, дальше тебе, в принципе, все равно, ты с ним пообщался, и ты просто понимаешь, что это тот человек, который может делать мой дизайн, не встает вопрос, сколько это стоит, ты даже не торгуешься с ней, всегда, когда я работала в свадьбах, я работала с випами, и ни один вип со мной лично никогда не торговался, он торговался со всеми моими подрядчиками, он заставлял, точно так же, как нормальный клиент, он говорит дизайнеру, где мы можем сбить скидки, где мы можем взять меньше, где мы можем взять дешевле, где мы можем прогнуть, и то же самое было у меня в свадьбах, мой клиент всегда говорил, Прогни всех, я тебе больше заплачу, потому что твоя работа – это самая большая ценность и кайф, но человек должен это почувствовать. И сегодня я попросила перейти Лену, прежде всего по той причине, что мне кажется, вот те качества, которые есть у нее, у нас, кстати, когда-то был с Леной мастер-класс такой, она приходила в гости, можете посмотреть, есть на ютубе, он висит. Вот, и после этого очень много людей писало мне вау, ну, как бы проникаясь уважением к человеку. И вот работая с клиентами, оказывая услуги клиентам, особенно определенного уровня, очень важно понимать, что вот этот вот момент уважения, кайфа к личности, он определяет. Человек покупает себе даже некого, я бы сказала, ну, это очень интимный момент, когда я ее впускаю в свой дом, и она решает, каким будет мой дом. Она решает, где будет встать моя кровать, что я буду видеть утром, когда я просыпаюсь, в какой ванной будет купаться мое тело, потому что если человек нанимает и говорит, я сам все сделаю, нахрена тебе дизайнер? Ну, нахрена тебе дизайнер, если ты такой умный. Дизайнер это все-таки человек, задача которого почувствовать, и вот этот вот момент личности, он очень важен. И я много тебе комплиментов наговорила? Да, я знаю. Вот, и я сегодня хотела, знаешь, такое сделать у нас совместное интервью в том числе, потому что, ну, мне интересно, чтобы ты об этом рассказала. Я знаю очень много о твоей работе, о том, как к тебе приходят клиенты, и давай я тебе несколько вопросов задам, а там уже все польется. Какой бюджет в месяц ты тратишь на привлечение клиентов? Ноль гривен. Почему вы такая жадная, Елена Батьковна? Ну, это не жадность, это совсем другое, я трачу в другое, не в рекламу, а в себя, в свои путешествия, в свое образование, конференции, выставки, вот это вот, это моя затрата. Если это реклама, то мы можем рассматривать это как рекламный бюджет, но все, что ты... То есть люди, глядя на то, как ты путешествуешь, как ты офигенно живешь, какой у тебя замечательный вкус, как ты ездишь на выставки, покупаешь себе классные шмотки, они хотят, чтобы ты делала им дизайн интерьера. Да. Я вам хочу сказать, что это парадоксальнейшая вещь, которая вам может показаться, но это абсолютная правда. Когда мы видим, что наш дизайнер за дрипом сидит в углу, неважно, дизайнер, любой человек, он не успешен, он не демонстрирует свою жизнь, он сидит втихаря, ничего не происходит. Я помню тот момент, когда пару лет назад Лена сказала, я пошла на курс инстаграм, я говорю, ну слушай, это вообще как бы история, ну я знаю, что ты ходишь на все возможные курсы, тренинги, развиваешь себя со всех сторон, потому что столько, сколько ты там путешествуешь, столько вообще, насколько ты любознательный человек во всем, это, конечно, вау. Но когда я говорю инстаграм, Лена, зачем тебе инстаграм? Зачем тебе был инстаграм? Я люблю фотографировать, у меня есть красивые интерьеры, все процессы ремонта, которые я снимаю в сторис и для роликов, могут сделаться тоже со мной. Когда клиент в работе со мной и именно я ему придаю эту информацию, здесь открывается немножко по-другому общение с ним. Это не то, что ты приносишь какого-то фотографа, фотографировать можно, не можно, замечательно, а когда идет общение, процесс работы, это все сделается намного легче. И мне кажется, вот это самая главная реклама. Ну, инстаграм, наверное, нужен был для, как бы, даже не для метода продвижения или чего-то, а именно для ссылки «посмотрите, кто я есть». И многие, которые клиенты приходят, ну, по жизни с рекомендацией, то есть у меня, как бы, работает в работе, то есть единственный момент к рекламе – это рекомендация. То есть это не сайт, это не какие-то там инстаграм, фейсбук или что-то, а именно рекомендации от клиента. То есть друг друга, который, ну… Ты можешь мне не рассказывать, я много друзей и телевизор. Опять, это не… мы не можем рассматривать мой бизнес как именно бизнес на каком-то уровне. Это хобби, которые приносят хороший заработок. Хорошее хобби. В то же время у тебя были клиенты-застройщики. Да, жилые комплексы в Киеве, в Одессе. Сколько такой чек? Ты можешь назвать какую-то сумму от крупного клиента? Сколько ты можешь заработать с проекта такого? Ну, это проект, который длился год-два, то есть, ну, если подписан договор на дизайн проекта, это от 20 до 50 тысяч долларов. Разбивается эта помесячная зарплата, то есть, ну, где-то около 2-3 тысяч долларов в течение двух лет ориентиры. Как много твоей работы в этом, твоего личного труда? Ну, 20% моей работы. Я делаю только идею, делаю концепт, все остальное разрабатывается моими ассистентами. У тебя был офис. У меня был офис. И ты потом поняла, что он тебе не нужен? Я поняла, что он мне не нужен. То есть, затрат как бы у тебя никаких сейчас нету на то, чтобы содержать там офис, платить зарплату. Все получают деньги за проект, за конкретную работу. Да, моя работа построена так, что я очень много нахожусь не в территории Украины, то есть, я полгода за пределами Украины работаю постоянно. То есть, у меня нет ни субботы, ни в воскресенье, у меня нету там 9 или 10 утра, это вечера. Ну, не в Украине, это потому что ты любишь путешествовать. Ну, это как бы и путешествия, и образовательные процессы, и по мере необходимости бывает даже такое. Поэтому, как бы, нету рабочего графика. То есть, я работаю 7 суток в неделю с 6 утра до 12 ночи. То есть, нету такого, что мне нельзя звонить, мне нельзя писать или что-то. То есть, ну, это мой выбор. То есть, это не то, что оно так необходимо, это мой выбор. Поэтому, когда я беру клиентов и общаюсь, я им ставлю свои условия. Мы сегодня приехали на такой красивый пляж, для того, чтобы наши дети могли потренироваться. Мы могли хотя бы немножко отдохнуть. Смотрите, как красиво. Иногда вот хочется просто остановиться и, кстати, приотпуститься в домик где-то вот там на скалах. Очень классно. Вообще, много раз ты мечтаешь о том, чтобы отдыхать вот где-нибудь на такой домике вот целое лето. Может быть, там жить, но мне кажется, нет, чем скучнее, чем жить в домике целое лето. Поэтому мы отдыхаем совсем чуть-чуть, а дальше гоним и веселимся. Потому что нам есть чем заниматься, и у нас есть самая любимая девушка. Привет. Сегодня у нас новый герой. Катя, Александр. Ну, вот достаточно распространенный бизнес, достаточно распространенная проблема. Сегодня мы ее разберем и посмотрим, что с этим можно сделать. Я так понимаю, как я понял из вашей анкеты, вы изготавливаете детскую одежду. Да, да, да. Индивидуальным каким-то своим эскизом. Да, у нас индивидуальные пошли. Просто, почему я спросил, ты писала в анкете, что у тебя индивидуальный там дизайн, неповторимый. У нас индивидуальные, да, потому что индивидуальные рисунки, индивидуальные... А что индивидуального в этой юбочке, если их все делают? Нет, ну, вот именно конкретно вверх, получается, под вверх мы подбираем уже низ, а вверх у нас... Хорошо, дойдем. Значит, изготавливаете одежду детскую, шьете ее и продаете сами через Инстаграм. Инстаграм единственный источник продаж клиента. Да, пока да. Да, хотелось бы, конечно. Да, и, значит, конкуренция ужесточается, да? Да. Продажи падают или они остаются на том же уровне? Ну, чуть-чуть даже, да, наверное, немного падают. Даже падают? По временем немного падают. Нет, просто, наверное, больше появилась конкуренция, приходится больше вкладываться в рекламу, чтобы привлечь людей. Да, если искусственно не стимулировать людей, то они покупать не будут, да. Если раньше это было просто органические клиенты, то есть они сами приходили, сами находили наряды, им нравилось, они покупали. То есть сейчас нужно их привлекать только через рекламу или через блогера. Ну, да, лидеров мне, да. Ну, вот я сегодня зашел, посмотрел ваш Инстаграм. Я мальчик, да, поэтому не особо. У вас покупают-то девочки, понятно. Ну, какое мое впечатление? Вот ваш Инстаграм, Milano Shop, да? Да, да, да. Очень няшные, конечно, симпатичные. Вот эти юбочки, которые, да, и они просто везде. И у вас чуть ли не в каждом кадре эти юбочки находятся. Просто очень любят клиента. Что меня удивило, как мальчика, да, как человека, который, ну, вообще-то я одежду не покупаю в интернете, вообще не понимаю, зачем это делать, то есть я не ваш клиент. Но кто-то же покупает, значит, все нормально. Да, мамам в декрете это удобно. Я тоже не такой клиент. Мне надо очень пайпай. Я очень редко покупаю в интернете тоже, честно говоря. Смотрите, нету цен. Да. И когда люди у вас, пишут вам люди, скажите цены на это, цены на это, вы пишете им ответ, ответили, да? Да, да, да. То есть вы им ответили не здесь, а ответили в личку, да? Почему вы не пишете цены? Это такое... Нет, с ценами, наверное, столкнулись так, что они хоть как-то, но все равно повышаются раз в 3 месяца. И потом люди начинают, ну, не то что доставать, а у вас же когда-то там год назад была та цена, а мы уже и забыли, что она там где-то на первой фотографии. Но почему вы тут цены остались те, а вы уже сейчас пишете, что другие? Ну, еще в Инстаграм есть такая фишка, получается, что если люди не комментируют, не пишут ничего под костом, моя публикация в конце ленты. То есть я, получается, специально делаю так, чтобы не было цены, чтобы люди спрашивали, и моя фотография хоть немного поднималась в ленте выше. То есть это не потому, что стыдно назвать цену? Нет, наоборот, не стыдно. Мы всем, кто бы ни писал, даже вот мы знаем, что это... Мы пищем какое-то ателье по пошиву массовую, да? И мы знаем, что это вот, мы только у них побыли, они нам написали с какого-то другого аккаунта. Мы сразу, сказать, переглянулись, ну, уже понятно, что человек там не особо аккаунт, который заинтересовал нашу одежду. Мы знаем, что это они написали, просто вы знаете, сколько цен. Ну и что, это дело такое? Ну, это нормально, когда конкуренты мониторят, все в порядке. Вы же мониторите конкурентов, они вас мониторят. Ну, если будет сайт, например, там цены в любом случае придется их выставлять. Не буду же все писать, узнавать цены. Да и на самом деле тут не секрет, все участвуют на выставке, все свои можно прийти. Хорошо, давайте тогда практически. Вот, смотрите, вот футболочка, да, и вот юбочка. Да. Сколько стоит футболочка, сколько стоит юбочка? Ну, в зависимости от размера. У нас получается на каждой размере... Давайте возьмем ребенка, там лет 6-7, да, вот. Ну, где-то, да, 6-7, это 116-й рост, где-то вот будет футболка 560 гривен стоит детская. И юбка где-то в районе 530-550 гривен, там в зависимости люди берут, хотят короче длиннее. Ну, вот это именно тоже авторский акварельный пинт, который нам создавали специально для нашего магазина художники, да. То есть, вы смотрите, по цифрам бизнеса, то, что я из вашей анкеты увидел, ну, продажи у вас примерно 2000 долларов в месяц, ну, там, 2 долларов, евро плюс-минус, да. Прибыль 1000 долларов, да, это 40 чеков, то есть, получается, средний чек где-то у вас 50 долларов. Ну, да, где-то так. Получается, человек покупает где-то 3 вещи, да? Да, 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 на все армании, да. Как правило, покупается набор или фэмили лук, футболка, юбочка, футболочка, да. То есть, производстве вам эта вещь, значит, обходится, если вы ее продаете за 500, то есть, производстве в 250 она обходится, то есть, 10 долларов в производстве где-то каждой одежде средней. Да, да, плюс, да, где-то. То есть, 20 долларов розничная, ну, цена, по которой вы продаете, за 10 вы ее изготавливаете? Да, да, приблизительно так, 80 долларов, да. Больше ориентироваться, я больше отвечаю за творческий процесс, честно говоря. У меня тогда следующий вопрос к вам, резонный очень. Нафига производить, если я в опте могу за 2 доллара, это купить или за доллар? Ну, тут вся фишка в том, что люди смотрят, вот им нравится какой-то, хочешь, такой детский принт, еще чтобы там было и написано их имя, а такого, ну, найти. Ну, в интернете просто нереально найти. Это действительно... Футболки сами шьются, да? Да, да, да. Футболки мы шьем разных размеров. И потом, сначала у нас все начиналось, что мы закупали футболки, но потом столкнулись с таким, что футболочки до 2 лет вообще найти нереально. Нету их, не существует. Все футболки, ну, имеется в виду просто однотонные, начинаются... Либо женские тоже, там, XXL, дальше размеры тоже практически нет. Потом столкнулись с цветами, что нету того цвета, который бы нам надо. Вот мятный, там, нежно-розовый. Я сейчас пытаюсь разобраться, да, вот в бизнесе. Что такое бизнес? Ну, например, для меня за футболку 20 долларов, за детскую, дорого. Потому что я могу пойти в магазин и купить ее за 5 или за 3, уже в рознице. Зачем мне ее покупать? Во-первых, у вас в интернете, когда я ее не вижу живьем, не могу пощупать. Во-вторых, дороже в несколько раз, чем я могу пойти купить ее спокойно в магазин. Люди приходят, например, хотят тематический день рождения провести. Вот у них там тема единороги или пони. У них там красивая фотозона. И подобрать для мамы, для папы, для сестры. Это практически нереально. Поэтому они приходят к нам. Отлично. Потому что они не могут найти в магазине. Тогда и продавайте на 2 тысячи долларов в месяц. Вы же хотите много продавать? Хотим больше, да. Хотим привлечь просто больше людей. Я думаю, просто по всей Украине можно больше найти покупателей. Если вы будете ориентироваться только на аудиторию, которая хочет там что-то такое суперэксклюзивное, супертематическое, наверное, можно, но ты так никогда же не вырастешь. Вы не бежите о том, что вы хотите розничный магазин открыть? Поэтому у нас и мы начали расширяться. Мы начинали, Катя начинала, точнее, с футболок, бодиков детских и тому подобное. Регланов, да. Да, потом пошли уже, ну, юбки чуть-чуть позже, наверное, начались, потом платья, потом были верхние одежды. Вот смотрите, может быть, для вас эти рисуночки, да, они какие-то эксклюзивные, там, вы их сами нарисовали, да. Ну, вот я смотрю тут рисунки какие-то. Понимаете, что у каждого производителя, ну, как бы, это не уникальность. У каждого производителя свой какой-то уникальный рисунок. Да, что-то похожее. Какие-то принцессы, какие-то там, какие-то единорогие какие-то. Просто фишка в том, что они, как бы, в единственном экземпляре. То их нельзя, там, скачать в интернете. Да нет в этом фишки. Нет, часто бывает такое, что люди заказали, а потом пишут, ой, вы можете недели три не выставлять фотографии? Потому что, вот, мы хотим, чтобы прошел день рождения у нас, чтобы точно больше даже к нам на день рождения или нет. Чтобы даже друзья не повторил. Да, и такое очень часто бывает. Для девочек это эксклюзивно и индивидуально. Да, мы развод. Но принт же не самое дорогое в вещи в этой. Нет, в принципе. Ну, ты как рассказывала, что, смотри, вам поступает заказ, вы там даете в производство этот заказ, потом там его забираете, там, отсылаете, там, наносите принт. Ну, в общем, у вас куча процессов, которые вы делаете фактически штучно по каждой вещи. Ну, скажите, вот смотрите, вот, например, представьте себе китайскую фабрику, да, где сидит там 100 человек, и они непрерывно эти вещи штампуют. У них себестоимость каждой вещи, там, центы какие-то получаются в результате. Сумасшедшее разделение труда, сумасшедшая эффективность, да, во всем. И вы, которые одну вещь целый день мусолите, там, несколько дней туда-сюда, вот это вот. Сумасшедшая себестоимость. 10 долларов за футболку сегодня – это сумасшедшая себестоимость. Ну, мы можем объединять заказы. Мы можем не один заказ, конечно, вести на печать. Мы можем сразу формировать много заказов, отвозить их, печатать и забирать их. Нет, не можем. Ну, да, стараемся так делать, чтобы лишний раз… Все равно себестоимость – 10 долларов. Нет, ну, если так вот конкретно по этой футболке посчитать… Ну, ты назвал цену, там, 500 с чем-то гривен. Да, нет, я себестоимость пытаюсь сейчас точнее. Это получается 20 долларов, розничная цена. Ну, туда входит ткань, печать и индивидуальный пошив получается. Два вида нанесения, там, пленка и печать прямая по ткани – это 100 гривен. Что такое индивидуальный пошив в футболке? Ну, что такое? Пошив просто по размеру. То есть, мы разрабатываем лекалы, специально наши лекалы по футболкам. Да, есть все это. Иногда нам пишут, например, вот мы хотим покороче, чтобы эту футболку не вправлять в юбку. И мы даем заказ шве, просим там футболку сделать, там, с определенным рукавом. Мне кажется, я просто… Вам просто очень много всяких. Я как потребитель. Я как потребитель. Смотрите, для меня что такое индивидуальный пошив? Я пришел в ателье, меня обмерили, вот меня сшили. Это индивидуальный пошив. Когда я заказываю в интернете, меня никто в жизни не видел, да, и мне что-то там высылают. Я понятия не имею вообще, чем мне сошьют. Я даже индивидуально никогда не заказываю шить. Почему? Потому что я не знаю, даже меня вот обмерили, а как будет сидеть. Я хочу видеть, как на мне вещь сидит. Поэтому я прихожу в магазин, беру, мне она нравится, я меряю, а мне не нравится, как она мне сидит. Я не покупаю этот магазин, да, классно. А когда ты пошил индивидуально что-то, оно тебе не понравилось, уже какие претензии? На тебя же индивидуально пошили, да, и ты вынужден брать. Я поэтому индивидуально не шью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 теперь следующий этап который у нас будет мы стены как видите у нас тут кирпич но он закрыт штукатуркой всякой и мы хотим очистить вот до кирпича затем нам предстоит зачистить сам кирпич и затем покрыть его каким-то там покрытием специальным для того чтобы он смотрелся красиво и будет у нас такое современное очень помещение в таком современном дизайне когда нет дизайна никакого потолок то же самое мы хотим просто эти бетонные плиты тоже почистить и как-то покрасить пол как видите содрали наш ламинат под ним черти что вот поэтому будем до хотим заливные полы налить вот нальем заливные полы и я думаю что сейчас неделя пройдет и все уже уже увидите как будет все красиво в этой комнатке и нарядно я дизайн-проекты у нас готов но его воля разрабатывают с лена петреско даже не видел его даже не заморачивался потому что хватает чем заниматься вот вы увидите я думаю проект и воплощение этого проекта как видите мы быстро принимаем решение быстро все делаем и так и должно быть зачем тянуть до встречи пока расскажи об условиях которые ты ставишь клиенту условия мало очень личных встреч контактов мы можем общаться по и мы можем общаться вайбер ватсап по скайпу по всему что угодно клиента не должны интересовать какой стране ты находишься не должно если он меня берет под ключ когда я уже как бы веду этот проект сначала до конца без его вмешательства тогда да тогда я подстраиваюсь под него и как бы нахожусь большую часть времени с ним но если это проекта который не предусматривает необходимости мы общаемся только по электронной почте или вайбера то есть вот как весь подбор можно сделать по дистанционно это может работать и ссылки и презентации и все то есть но этот формат у меня отработан сюда не нужно вкладывать ничего потому что но так работает последние три-четыре года если клиент говорит тебе или на вы знаете все очень хорошо мне не нравится что вы вот сейчас во франции потом в испании бывает и такое что ты говоришь такому клиенту была один раз такая ситуация когда за наверное четыре месяца нашего проекта я не было наверно три месяца в стране проект сделался на отличном уровне сдался в срок все что оно было необходимо но клиент остался недоволен его обделили вот этой лаской это он не заплатил последнюю стоимость нашего дизайн проекта но это единственный клиент за 13 лет я не считаю что эту проблему это подозреваю что это был богатый клиент это был очень богатый клиент очень как бы необыкновенно умные красивые замечательные возможности но это что богатый клиент мне написала от него мне написали что такие замечательные люди не хотели бы вы о них снять я сказала что я людям которые обижают моих подруг жлобам ничего не снимаю нет это не обида то есть но клиент он предоставил меня это предоставил в том плане что он не увидел от меня заботы я на это согласилась заботу или дизайн здесь опять же здесь каждый принимает что если ты продаешь дизайн ты продаешь себя в том числе в рабство на какое-то время но у меня нет возможности уходить ко всему в рабство и желание на каждый клиент который работает сейчас на данный момент со мной их около семи индивидуальных они каждый думает что он у меня один единственный и они это думают до конца проекта я точно себя одна единственная ты меня одна единственная ты отвечаешь мне в 6 утра я отвечаю да я отвечаю только мне конечно только тебе сегодня только тебе опять же это мой выбор в работе в этом фокусе если бы я хотела зарабатывать намного больше чем я зарабатываю сейчас может быть мой выбор был бы другим но я бы не путешествовала столько у меня не было возможности увидеть каких-то момент которые очень для меня важно я не уделял бы внимание ребенку я не уделяла внимание всему что мне интересно помимо работ твой ребенок живет за границей да он живет и работает за границей на данный момент сколько месяца вместе вы проводите мы проводим зиму вместе и проводим летние каникулы а где разных точках но годы все представляют что если уделять внимание ребенку это значит стирать носки могут нет но подожди тут нужно рассматривать наверное возраст ребенка я думаю что в 20 лет ребенку не нужно не стирать и носки не проявлять заботу нужно быть просто настоящим другом поэтому как других моментов я не считаю все что сколько в месяц в среднем ты можешь зарабатывать в какие-то пороги да могу не зарабатывать ничего в месяц могу зарабатывать до 10000 долларов вот для меня еще раз говорю 2 модель очень классная я называю это уже не только я ремесленника до человек который зарабатывает своими руками своей головой и своими навыками и умениями и собственно живет полноценной самой что ни на есть полноценной красочной яркой жизнью нету никакой рекламы ничего нету но клиенты регулярно тебя рекомендуют регулярно у тебя появляются проекты регулярно люди из разных стран тебя находят да много делаешь в россии делаю москве дистанционно много проектов делала в америке дело в испании делаю в италии но делала то есть это был процесс который доведен до конца красивые картинки можно продавать в любой полушарии но не видеть этого результата я хочу тебе это другой как бы вид поэтому я ушла от этого то есть проекты которые у тебя только на визуализации это не проекты это просто выполненная работа какая-то у тебя в инстаграм огромное количество она есть то что тебя вдохновляет да когда ты ездишь и путешествуешь но у тебя фотографии это то что то не на что я обратила внимание реальных проектов да и их это очень важно потому что зачастую видишь какую-то картинку до которую этот человек нарисовал но нарисовать что-то и выполнить в жизни это абсолютно две разные вещи мало того картинка ты туда напихал все что захотел а когда сделал живое во-первых ну помимо подборки есть еще момент того какой клиент с тобой работает какой там стоит диванчик какой это тоже как бы моменты являются точно также определяющими хотим мы тобой или нет но клиент который видит все бюджет ненькая хороший богатый он и не видит других никаких вариантов хороший клиент никогда к этому не придет для меня важно например видеть что да там человек шарит в миссоне потому что например когда мы делали стенку не помнишь сколько стоило у меня стенка спальне обивочка обивочка да помню 300 400 евро метр погонной ткани три у тебя потолки и около трех с половиной изголовья ну у десяти квадратов это только ткань это только ткань стояла такая задача просто я хочу вам объяснить почему очень важно да когда я нанимаю дизайнера я нанимаю его не только для вижу я его нанимаю прежде всего для того чтобы он взял на себя весь этот гемор реализации потому что когда даже в бизнесе к нам приходят люди говорят у меня столько идей до меня принципе тоже есть много идей пинтерест есть и так далее но одно дело идея другое делает и реализовать это огромная колоссальная работа когда ты покупаешь дорогущие материалы например то что касается дома у меня все очень дорогое и у меня была мечта сделать изголовье нашей кровати в миссоне у нас но получается до 10 квадратов где-то огромное изголовье и сделать его мягким мы купили ткань которая стоила вот 350 400 евро за квадратный метр и дальше стояла задача очень интересная надо было найти какой-то конструктив каких-то людей которые согласятся эту ткань натянуть и там сделать что-то мягкое под ней и должен был кто-то быть но это прогарантирует самое главное найти к того кто знает что это сколько это стоит ткань и взять на себя ответственность это сделать потому что ответственность это очень важно потому что дизайнер ну в моем случае работая я говорю леночка очень классно вот моя ткань к вот это все десять тысяч евро стоит она если это не получится не рассматривается такой вариант и вот этот момент ответственности вообще в своем бизнесе это и есть ценность в том числе когда ты покупаешь не просто картинку когда ты покупаешь не просто набор каких-то там коллажей красивых или не очень а когда ты покупаешь человек ну как бы труд человека и его готовность взять ответственность на себя реализовать этот проект это в том числе очень важно и именно поэтому я например смело всегда рекомендую лену всем своим друзьям закрытыми глазами потому что сейчас если вы знаете очень часто когда просишь кого-то порекомендовать человек говорит я не готов тебе рекомендовать я не готов за это отвечать вот я рекомендовала лену всегда везде потому что я на собственном своем проекте в домашнем даст нам самым дорогом проекте нас очень дорогой ремонт был я знала что этот человек готов это взять сделать выполнить и как бы понимать вот поэтому понимаешь что они я думаю что я например в том числе показатель того что работать нужно начинать несколько с другого а мне кажется что вопрос в тебе сейчас не в ценнике вопрос в тебе что тебя как дизайнера как такового нету ты для себя татьяна зайцева для других дизайнеров ты пока человек который украл проекты для людей с улицы ты просто ну какая-то там татьяна и то что тебя не рекомендуют клиенты регулярно это огромный показатель это говорит о том что ты работаешь не с теми клиентами не так что у них нету желания тебя порекомендовать или у тех людей которым ты что-то у друзей до тех людей которым ты делала нету желания спросить а кто это и это момент над которым ключевым нужно сосредоточиться это твоя внутренняя работа прежде всего потому что до тех пор пока мы сами не становимся вот то что называется твердым пока мы сами не приобретаем свою собственную огранку пока мы сами не готовы диктовать клиенту условия с хорошей стороны понимаешь что я мастер я могу я сделаю и это будет круто клиент не собирается этого покупать у меня к тебе все-таки вопрос по ситуации которая произошла когда то что это было да это была ситуация в которой я сама виновата три-четыре года назад я пришла и пришла я нашла ребят которые которые должны были заниматься мне сио контекстом вот такими вот делами мы посмотрели мой сайт и решили что нужно его переделывать выбрали шамблон который нам нужен своих проектов мы посчитали что наших тех проектов которые были у меня ну как бы их маловато они можно быть не так эффектны и было принято решение что мы добавим несколько проектиков вот для того чтобы раскрутиться было запланировано что мы не будем брать украину а какой-то другой регион вот конечно же это всплыло я понимаю что это было полной глупостью так поступить нужно было сделала а проекты других дизайнеров насколько я знаю лену проект тоже там был но не мою был был мой совместно с кем-то сделала но я случайно тоже об этом узнала и ты поставила себе в портфолио для того чтобы показать себя со стороны я вам хочу сказать когда я начинала свадебный бизнес у меня была подобная ситуация она у меня выглядела несколько иначе потому что я работала с фото-видео студии которые мне разрешили сказали показывай наши фотографии в закрытом доступе только не выставляя их на сайт я значит на встрече решила продемонстрировать клиентам фотографии то есть это как бы был знаешь такой момент что-то типа фотографии студии которая снимает да но типа мы умалчивали историю и вот значит я им демонстрирую они мне говорят мы только что были в агентстве в одном там тоже показать да а где это а что это и я была настолько глупа что даже не знала нигде это что это за ресторан я такая я никогда этого не забуду потому что через минут сорок мне позвонила хозяйка агентства который кстати сейчас мы дружим светочка она высказала мне все что она сама она очень красноречивая женщина вот ну все запикаете вот так вот она мне это сказала и значит ты это кто вообще такая я ее страшно бесила самое интересное у меня было пару своих очень удачных проектиков мне же мало было я очень хорошо с тех пор запомнила правило то что а можно убиться можно задушиться можно уговорить весь мир сделать с тобой ремонт бесплатно можно нарисовать 35 визуализаций на любую тему на ремонт на свадьбу но брать чужое нельзя потому что это очень сильно на нашей репутации отражается и я думаю что это была твоя глупость вот и хорошо что ты это осознала и просто хочу чтобы мы на танином примере увидели ну во первых ничего страшного супер не произошло она за это жестоко поплатилась я думаю что пережила не один стыдный момент и как бы я знаю что вы какие-то обсуждение осуждения говорится ребята не судите да не судим и будете а всем остальным я хочу просто чтобы этот опыт запомнили для себя и знали что вот брать чужое не надо но обязательно всплывает в свое время у меня не поверишь воровали сайт мой с текстами и даже в некоторых случаях забывали ольга ермилова где-то поменяли вот из книги воровали там и мне присылали это со всех стран потому что ну вот как-то известность моя в свадебной сфере расширялась и это конечно такой момент который всегда оставляет некий ну такой шлейф но я думаю что пришло время как бы этот момент переступить я была готова к вот это прекрасно это замечательно то что ты к этому готова и это это говорит о тебе как о человеке и сильном которые готовы идти дальше но я думаю что мое такое видение нужно поработать именно над собой и друзья если вы до сих пор не знаете как поменять свое мышление как стать предпринимателем не забывайте что мы с сергеем ведем специально для вас обалденную рассылку в которой мы пишем интересные истории в котором мы делимся своим опытом и самое главное в которых мы стараемся и делаем все для того чтобы ваше сознание менялась ссылка находится под видео переходите подписывайтесь на рассылку читайте нас и меняйтесь и обязательно советуйте делать это своим друзьям подписывайте их тоже потому что когда в нашем окружении становится больше правильно думающих людей людей которые ищут возможности они препятствия жить нам становится веселее обязательно подписывайтесь вот и написала что хочешь открыть магазин цель какая этого магазина либо цена либо магазин реальный да ты думаешь что розничный магазин сильно увеличит твои продажи я думаю просто должны быть как у других магазинов аналогичных например россии в них 50 процентов например оптовых покупателей для которых мы шьем массовку и есть там 50 процентов людей которых мы шьем индивидуально у вас есть какие-то оптовые покупатели есть но их пока очень мало а по какой цене вы им отдаёте ну процентов на 30 дешевле чем в рознице то есть он покупает у вас оптом не за 20 долларов а штамм за 14 ну да и находятся такие люди есть немного пока хотелось бы конечно больше привлекать на оптовых покупателями дело в том что в процессе с ними общения выяснилось то что они например закупают ну они сами из россии но находятся в чили и у них там интернет магазин и они закупают в россии там например тоже какие-то виды то что им понравилось и у них цена уже намного выше чем наша и оптовая почти такая же как у наша а то еще чуть чуть выше то есть им выгоднее в украине заказать ну у нас порядок цен немного ниже вообще в украине нежели они по какой цене продают ну это да у них есть я заходил магазина у них там очень большой магазин там вообще все виды одежды мужская женская и детская ну я вот смотрю да для меня лично ничего эксклюзивного нет такого детского вот полно везде да потому что у меня же две дочери маленькие и но именово тоже точно нигде в никаком магазине нельзя найти прям вот так прийти и подобрать под каждого ребенка либо же размер либо имя да сразу напечатать не везде можно или цвет например на платье да хотя там в лиловый когда у меня на одних соревнованиях у меня дочь пока выступала я купил футболку там когда вы на соревнованиях по художественной гимнастике продают всякие всякую форму я купил ей футболку есть за пять минут стоит это это имя напечатали такими камушками причем алиса магазин шоурумом тоже получается делать это уникальная технология да ну это все время очень много у тебя написано везде уникальное что-то там единственное в своем роде ничего единственного в своем роде нету то что рисунок какой-то там не похож на другие ну я тоже сейчас какой-то рисунок нарисую он будет уникальным какая ценность для других людей в нем никакие ценность в том что ее нет больше нигде то есть есть она только у вас вы авторы и она уникальная потому что вы ее нарисовали нет она неправильно изъясняется наверное мы следим как бы тоже какую-то тенденцию вот что сейчас популярное это мы заказываем рисунок это или там не один рисунок а 10 рисунок для принтов вот каждый вот скоро который пользуется спросом и пытаемся их потом говоришь ну это непосредственно для футбол давайте вот что у вас какое какое у вас конкурентное преимущество да как вы сами считаете вот как раз индивидуальные принты которые мы делаем индивидуальный пошив по индивидуальным меркам но тут больше на на индивидуальное собственное производство сложно называть собственным производством до швея которая там у себя дома шьет но это просто уже действительно проверенные швеи которые мы доверяем конечно мне бы было удобнее если бы это был цех лично в моем распоряжении проконтролировать мне кажется если преимущество было бы это низкая закупочная цена да у вас очень дорогое исходный продукт который вы делаете даже до того как принт нанесли до да она не она не то что достаточно высокая она просто ненормальная как но если сейчас пойти в ателье и например попросить пошить платье даже из своего материала выйдет по цене выше чем у нас однозначно потому что мы покупаем по оптовой цене ткани мы то есть сотрудничаем на постоянной основе со швеями они нам понятно на специальную цену ниже рыночной ставят еще еще раз вот я смотрю например да платье ладно ну зачем это на ребенка делать в ателье какие-то замеры да достаточно стандартные просто размеры в зависимости от возраста ребенка если там как то деле как оказалось разное телосложение у детей даже объем ручки вот вот такая юночка да она на любого футболка там на платье да так у вас все таки смотрите у меня огромный выбор платьев для особых случаев а какой вас огромный выбор в смысле большой выбор потенциально фотографии да то есть тех что вы можете сшить и не только выбор мы можем дать у нас есть но мы там сотрудничаем там где-то закупаем ткани там очень много образцов то есть может мы их еще не как-то вот для меня все перепутано то есть получается что у вас как типа как как ателье что ли но вы в то же время через интернет да вы физически нет почему мы кстати говоря ребенка меряем только заставляем это делать маму то есть у вас еще вот смотрите вы у вас заказ входит три вещи эти три вещи 50 долларов и входятся заказчику вы зарабатываете на этом 25 и у вас еще море логистики переписка с этим человеком размеры потом все это передать производство а потом разъезды переезды переезды все это за 25 долларов вот это вот эта вся фигня в том-то и дело что в результате все равно у вас вещь очень дорогая получается стопорились на одном месте что я вижу в чем проблема знаете проблема вот большинство людей которые сами работают прежде всего вы не цените самый свой дорогой ресурс время вы на один заказ тратите там уйму времени просто ненормально да если вы например получается вы чтобы заработать вам тысячу долларов вдвоем пашите целый месяц зачем вся эта круговерсия ну просто на самом-то деле дуо наверное этого года все шло только вот по нарастающей клиентов становилось больше да вот какое-то уже на полгода ну может чуть чуть больше вот оно как-то стало на одном месте вот и мы сейчас пытаемся мы уже начали рекламу потому что я так думаю очень действительно появилось очень много конкурентов похоже которые начали делать то же самое что мы там два или три года назад когда катя первая начинала то есть минимальные цены просто сами дома что-то сшили нарисовали и все и люди начинают немножко бросаться там же на 100 на 200 гривен дешевле как там пошито они же не знают тоже пока на фотографиях она все одинаково может выглядеть да 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 и они даже могут ваше мальчиков одинаково для девочек все таки это все разно то что я когда начинала рисовать на этих регланах например да такого вообще нигде не было то есть кто фотографии я я лично фотографирую сама рисовала сама фотографировала его платье же не ты фотографирую а не дара фиры ночью конечно не я я только рисовала друзья если вы хотите стать участником нашего шоу то помните что сделать это просто для этого вы всего лишь должны заполнить анкету которая находится под видео рассказать о своем бизнесе о своих задачах и отправить все на и если все понравится нам то сами обязательно свяжутся и уже пригласят вас на собеседование но затем вы станете участникам шоу так что заполняйте анкеты друзья и мы ждем вас в нашей программе и вот советовать чего вы начинали да ну вот тут тоже по сайту это очень тоже интересно я работала 7 лет без сайта 7 лет я делала дизайн и делала наверное в два раза больше чем делаю сейчас у меня не было сайта у меня не было ни одной фотографии с объекта потому что и не понимала чему их фотографируют после того как я сделала первый ремонт ермиловой это было для меня шоковая терапия которая может быть опять же то есть но как про позитив я могу вообще молчать после первого ремонта там не было никакого позитива это была крутая отработка наверное за все мои крихи которые выби в этой жизни но интересное тренинг и вот этот толчок он был я не знаю зачем он не был когда нужен значит был нужен потому что после первого офиса после по офис который мы делали я сделала сайт на сайте было два года три работы но это были фотография это было полностью описание всего что с кем как и чего это было отзывы и это были живые люди которые на которых я ссылалась и имела ну как бы свою портфолио она сейчас на данный момент уже прошло вот пять лет я бы сделал наверное еще лучше то есть но это то что у меня была завершенность вот от а да я эти были интересные хорошие проекты но один из забыла из кондитерской карамелька на которую мы делали на левом берегу одна квартира и здесь украинки то есть это все равно это работа которые до со временем они немножечко теряет какую-то но до сих пор я довольна этими проектами я горжусь то есть я с сайта никогда ничего не снимаю то есть оно было но есть развитие и человек этот может посмотреть есть да на том уровне на котором я работаю и клиенты есть которые не желают какие-то личные съемки но все процессы эти съемки у меня есть инстаграме есть stories если финальную не разрешает каким-то причинам хотя это бывает очень редко но это бывает не для публикация журналов то у меня все равно это есть свои рабочие процессы от начала вкладки и плитки до каких-то установок с монтажа дивана то есть вас всегда есть сопровождение проекта не бывает нет 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 то есть сопровождение проектов у меня 20 процентов всех моих проектов это те которые проекты которые позволяют меня купить потому что это мое время и я отличается цена тебя купить и тебя не купить здесь но в чем правило если на сайте есть стоимость 30 40 долларов я эту стоимость даже не обговариваю она есть все то есть это тот ценник за который я делаю тот дизайн именно ту как бы мечту которой она должна быть со строгими спецификациями без моего участия если клиент очень занят находится другой стране есть желание нету желания заниматься да он меня покупает тогда покупается авторский надзором которую я беру всю ответственность не только по что это будет как в проекте но это будет вовремя в срок без всяких вопросов без каких-то там проблем или что то есть я беру ответственность за все это как и за финансы так и за сроки тогда есть вот моя как бы другая стоимость это нормальные 10 процентов от комплектации это и дополнительная оплата каждый месяц то есть я как бы работаю на этого человека все это обговаривается все это фиксируется в этом нет никаких проблем но это только в 20 случаях все остальное проект отработал они его приняли заплатили аванс последнюю оплату на него и все счастливы делают сами если есть какие-то вопросы они могут взять у меня консультацию или просто написать какие-то но минимальные какие-то то нестыковочки то что то это бывает это нормально то есть бывает клиента который покупает проект он возвращается через полгода как мы без вас не справимся нам нужно это потому что все то есть вам нужно находиться в той стране в которой вы делаете проект это еще дополнительно до москва авторский надзор у меня каждые два месяца и я подстраиваюсь под эту меня неделя и я веду эти проекты если но вот были например там проект нью-йорке это просто течение обстоятельств что я находилась в этой стране мы как бы вышли на контакт и подписали договоры и вели потом по skype и был вылет еще дополнительно италия у меня постоянно и каждые там три-четыре месяца это как бы моя страна как 2 надеюсь что будет дом вот поэтому как бы в этом нету никаких вопросов а большинство проекта все равно это украина потому что я здесь но как бы на данный момент нахожусь и здесь у меня есть свое имя то есть но как бы она я считаю что есть гарантия моего имя гарантия что проект будет сделан будет сделан вовремя без каких-то нюансов и какого-то этого а скажи еще документ дала гарантии деньгами у тебя ведь были случаи когда за счет переделала расскажи что-нибудь были и случае когда я за свой счет были когда случае когда подрядчики подводили делали неправильные калькуляции по спецификации деньги и за свои деньги что-то передел да было такое когда и что-то разбили что-то не доказали и нужно было выходить из ситуации были несколько ситуаций которые опять не очень красивых которые когда ты сравниваешь материалы и одна компания допингует другую есть есть нюансы в этом на данный момент я выработала такую схему я делаю просчеты по своим каналам то есть когда проект я сдаю они уже готовы по спецификациям на большинство плитка сантехника освещение мебель а кухня оборудование и клиент если у него есть возможность и находит в другой стороне намного лучше всего этого он заказывает бывают моменты когда находит лучше но здесь опять не из-за того что например где-то у кого-то лучше условия немножко кто-то закупают на выставку в салон а делает это продажным материалом то есть есть свои какие-то нюансы кого-то на какую-то фабрику эксклюзив они могут 70 процентов скидки дать ну как например 70 процентов скидки дать там на какой-то большой мебельный бренд я тоже это не могу понять проблема как завозят сюда какими путями то есть есть поэтому когда у человека есть время на его ремонт и он хочет еще дополнительно сэкономить какой-то бюджет он этим занимается лично у меня нету к этому никакие вопросы моя стоимость это проектирование то есть это моя честная заработка так которые я признаю и которые как бы ну как бы ты не пытаешься заработать со всего вокруг всего вокруг нет ни в коем случае у меня нет времени на это это что поразило меня в линии свое время под дизайнер когда она приводила меня в салоны в какие-то да и при мне вела достаточно жесткие в ее возможной форме переговоры о скидках то есть я видела что она говорила давайте не 20 от 30 и я видела что она говорила об этом не в кулуарах у нас даже сергеева он не говорил интересно какую же не скидку еще ей дают я говорю ну ты что не видишь какую скидку они дают они не могут дать больше но они не могут давать минус 50 60 но я могу сказать что это очень круто потому что у нас были ценники ну мы так 30 тысяч евро 40 тысяч евро 50 тысяч евро у нас были закупочки очень слабые и конечно когда тебе дают скидку там минус 5 тысяч евро минус 7 тысяч евро дизайнерскую потому что я как человек как сам работающий да и зарабатывающий день и когда я все считаю что эти денег там много у человека то он их тратит закрытыми глазами но это неправда мы торгуемся больше совсем наоборот да вот и потому что например у нас когда-то было по сантехнике расхождение в 20 тысяч евро просчете был 20 тысяч евро это была убийственная история я думаю что это дядечка тоже меня запомнил вот но нельзя так сильно накалывать клиента да и поэтому когда дизайнер при тебе же ведет это сражение то это должна понимать что возможно даты могла бы заработать свои там 10 процентов сейчас продажи люстры но когда клиент видит как дизайнер за него сражается что он это отдает ему то он у него не стоит вопросов брать его на следующий свой проект или не брать а клиента состоятельные клиенту вдруг всегда будут следующий проект у них завтра офис послезавтра магазин потом у них там маме нужно сделать что-то потом они обязательно посоветуют подружкам и так далее и так далее и так далее поэтому вы должны понимать что есть момент сосредоточенности на деньгах а есть момент на том что да я стою дорого но я этого стою потому что я экономлю вам гораздо больше и если бы я посчитала сколько денег например я сэкономила благодаря лени то она бы она мне оказалась в подарок вот в этим хороший дизайнер тоже отличается помимо того что он знает куда повести где какой свет лампа и так далее потому что когда ты делаешь что-то а-ля эпицентр до уровень то конечно проблем особых нету когда ты делаешь что-то классное но знать где классный подрядчик по дверям где классный подрядчик еще почем бы то ни было но это реально проблема нужно свой рынок хорошо изучать в любом абсолютно сфере поэтому это тоже ценность понимаешь тут вот есть такой момент который очень часто предпринимательстве употребляет как добавочная стоимость когда ты делаешь не просто то что ты как бы должен делать а когда ты даешь клиенту больше и он это чувствует когда это как бы нельзя вроде бы посчитать но он знает точно что ты за него что ты будешь за него выбивать и качество и цены и так далее и так далее и так далее что на ремонтах на дорогих разница может колебаться в сто в двести тысяч евро на секундочку на секундочку и стоимость здесь дизайнера который обходится тебе там 10 тысяч это 5000 20 тысяч зависимости у кого как вообще не стоит просто не стоит вот точно так же как в организации там свадеб и других вещей то есть когда-то я спросила у одного своего клиента который заплатил мне за месяц несколько тысяч десятков долларов за организацию свадьбы я ему сказала слушай у меня к тебе вопрос но у тебя же есть куча помощников за месяц мог заплатить ему 3000 и он бы за счастье это сделал мне говорит конечно но моя свадьба видишь сколько стоит там было много нулей так вот говорит я тебе за мне не стоит вопрос на этой сумме заплатить тебе там плюс 10 плюс 20 тысяч но для меня стоит вопрос как это будет сделано потому что если я заплачу и сэкономлю на этом 10 тысяч а это будет бурда и человек делает это в первый раз он за это не отвечает для меня это обойдется гораздо дороже и люди таким образом думают поэтому когда мы хотим работать соответствующим клиентом мы сами должны соответствовать и понимать эти вещи мы должны понимать в чем наша ценность мы должны об этом говорить и в принципе это даже не то о чем нужно писать как правило эти вещи при личной встречи очень сильно читаются у меня всегда был главный тест вот при моей работе с клиентами это была первая встреча когда они проходи приходили и просто меня прощупывали помните как вера лаша когда мальчика раздевают и говорят потом да вы можете дружить с нашей дочерью вот выглядит приблизительно так клиент тебя щупает он тебя щупает на вшивость он тебя щупает на стресс он может тебе залупить что-то и посмотреть как ты себя будешь вести потому что он знает что ремонт это стресс если ты сейчас упала в обморок или начала там биться в истерике то не хочу чтобы связываться потому что завтра ну я так сотрудников своих проверяю потому что я не хочу чтобы меня в момент когда подводить не надо человек подвел я знаю что жизнь это как бы яркая штука и когда мы работаем с большими бюджетами с большими клиентами нам нужно быть ко всему готовыми и поэтому тебя щупают и если люди тебя пощупали увидели что да ты что-то классно нарисовал это здорово ответила тебя прощупали ты не пробилась ты нормально себя чувствуешь за все человек тебе платит деньги за то чтобы ты закрыла его проблему а проблему у него следующая он хочет классно и быстро въехать в то пространство в котором он себя будет чувствовать офигенно будь это его работа дом или что-то другое и вот над этим нужно работать мы можем сто раз сражаться по рекламе по низким ценам откату какому-то подрядчику вонючему прорабу или еще кому-то но мы никогда не вырастим люди должны говорить я хочу к тане зайцевой потому что почему вот тебе нужно на что ответить я отлично знаю почему я хочу к лене петреску почему мне не стоит вопрос о блин я же могу сейчас привлечь к тане зайцевой бесплатно я же сейчас могу кого-то не мне пофиг я хочу человека который сделает мне все офигенно обалденно и не стоит вопрос сколько она стоит и я знаю что к ней приходят такие люди много приходит и вопрос сколько это стоит он звучит в последнюю очередь иногда вообще не знаю и вот это круто вот это то на чем мы должны думать и над чем работать когда мы начинаем сражаться за копейки мы приходим в другой уровень мы вот как кququen были была в детском агентстве а тоxes а то мы там аниматоры не сражаемся ты должна понимать что то продаешь клиенту ты должна знать что ты можешь это продать ты должна сама это сформулировать должна взять проект один классно его сделать сделать его публичным показать его всем как это будет происходить сделать так чтобы qt depois этого проекта с урок понимаешь потек от тебя чтобы тебя зауважали дизайнер и чтобы тебя зауважали и другие люди чтобы это было интересно. Один проект может тебя сделать. Один голимый проект может тебя убить. Одна нехорошая ситуация оставила запашок, понимаешь? Столько лет прошло, а дизайнеры гады помнят. Ну, понимаешь? Все помнят плохое, но это правда. Все помнят. Тут, понимаешь, в вашей жизни дело все равно для дизайнеров интерьера. Вот смотрите, у вас какие ваши шаги, да, вы тут пишете? Создание сайта. Да. Я очень сильно, конечно, тут сомневаюсь, что этот шаг сильно вам поможет в создании сайта. Потому что создание сайта повлечет за собой массу других вопросов, да? Его продвижение, реклама и прочие-прочие вещи, которые... Это первое. А второе, сегодня есть несколько очень мощных, крупных интернет-магазинов, которые, ну, каждый в своей нише, да, с которыми невозможно просто уже тягаться. То есть они монополисты стали на рынке, и ты что не делай, ты, ну, нет. Я думаю, интернет-магазин это будет не основной источник дохода. Все равно будет Инстаграм первоначально. А зачем на него тратить кучу сил? Просто будут люди с Инстаграма переходить на сайт и оформлять свои заказы. То есть это нам облегчит, ну, и людям облегчит, например, они уже смогут спокойно листать и видеть цены. Настройка контекстной рекламы. Ну, вы сейчас, я так понимаю, рекламируете в Инстаграме, да, продвигаете посты свои? Да, да. А вот через сайт я вообще даже еще не занималась, не представляю, как это работает. Это контекстная реклама, что они занимаются. Нет, вопрос же не в том просто, чтобы создать. Вопрос в том, а вот что будет, если завтра Инстаграм не станет? Ну, или что-то они усугубят. Ну, или просто удалили страницу, как люди меня найдут. Никак. Это как дополнительная, да. Дополнительная площадка, да? Ну, подстраховка, можно сказать, да. Сейчас бывают разные ситуации. Рассылка сотрудничества с лидерами мнений. С блогерами, да, с блогерами. Ты же сотрудничаешь с ними, я так понимаю, да? Ну, да, да. То есть, ты высылаешь им подарочки какие-то, они продвигают. Поиск помещения, центр столицы. Зачем тебе помещение в центре столицы? Ну, для меня, я думаю, что если бы у нас был свой магазин, то он должен был бы быть в центре столицы. Потому что, ну, как меня люди чужие бы находили, например. Центр, это понятие растяжимое. Ну, либо это торговый центр, либо это центр. Знаешь, сколько в торговом центре стоит аренда? Да, знаю, да. Поэтому... Сколько? Ну, от 25 тысяч мой островов мог бы стоить бы. Я не знаю, сколько. Ну, где-то в среднем 200 долларов квадратный метр. Это океан-плаза. Берешь магазин, 20 квадратов по 200 долларов, 4 тысячи долларов. Плюс там еще разные платежи, там охрана, там то-се, там коммунальные. Получается 5 тысяч долларов в результате, плюс продавцы у тебя там. Сегодня ты зарабатываешь тысячу. Поэтому пока и не решались на кардинальные такие изменения. Но я думаю, конечно, торговый центр сам по себе привлекал бы дополнительных клиентов. По идее. Так должно было быть. Немного мнения разделяться. Я тебе говорю, надо сидеть в Инстаграме и не выходить как бы вот в официальную плоскость. Потому что начнутся налоги, начнутся... Саша больше за интернет-продвижение, за интернет-магазин. Совсем другие проблемы. Но если вы считаете, что ваши вещи хорошо будут продаваться в магазины, почему их не дать в какие-то детские магазины и не посмотреть, как они там будут продаваться? Очень мало детских магазинов именно украинских производителей. Не все возьмут украинского производителя, я не знаю, без лицензии, без каких-либо документов. Нет, дело не бывает. Но есть вот все свои, например, хрещатики. Да, у них почему-то сейчас закрылся на ремонт детский отдел, и туда не так просто попасть. Очень мало просто таких площадок, где можно было быть в Украине, в Киеве. Именно продвигать и продавать, или давать под реализацию. Один раз мы подошли куда? Это на вот этот большой торговый комплекс. Вы даете скидку 30% оптовую? Нет. Ну, в торговых, если это я даю под реализацию, я даю свою цену. Я, например, просто плачу там за аренду помещения. Ну, или за стойку, когда, я не знаю, как договоришь, какие условия выдвигают. В основном люди, марки, которые с ними сотрудничают, платят, ну, как за аренду просто. А, за аренду вот прилавка, да? Да, помещения, да. Ну, за часть, да. Ну, во все свои там. Ну, и Мэттен ЮА тоже так, я знаю. Ага. И они стоят. А у вас есть опыт сотрудничества? Вот помимо того, что вы там вот в России какой-то интернет-магазин отдаете? Ну, здесь вот в рознице. Ну, я давала шоу-румам под реализацию, но очень там плохо. Ну, и место там расположение было не очень такое популярное. И там как-то, может, там не тот континент, они не покупали. Ну, я так, небольшое количество мы давали на пробу. Ну, на выставках то, что мы продаем, продается нормально. Ну, как? Мы выходим в ноль, но тоже ничего не зарабатываем, потому что мы специально для выставки, получается, шьем, продаем, платим за место. Ну, это просто тоже как дополнительная реклама на мы все. Мы раздаем визитки и выходим в ноль. Ну, а если бы, допустим, вот кто-то, ну, какой-то магазин брал бы у вас, покупал оптом, чтобы продавать, ну, или там под реализацию выбрал, какую бы вы скидку ему могли давать? Ну, тоже, наверное, да, сколько? 20%? Ну, да, процентов 30% давали. И думаете, ему это интересно? Если он может купить китайское и накрутить в 5-10 раз? Ну, китайское и качество, они не соответствующие. Ну, если бы, наверное, могли, уже бы купили, но почему-то все те, кто хотят прийти к тому, что это у нас производится, сделано там, да, что-то, то они, мы смотрим такого. Ну, лично для меня, да, когда я, ну, стимул, что купить местного производителя, это должно быть очень дешево. Ну, сильно дешевле, чем, например, там, европейского производителя, правда? Иначе зачем мне покупать местного, когда я могу купить нормальную какую-то… Сейчас нормальные, в принципе, полно производителей, которые в среднем ценовом сегменте делают шикарные вещи, просто отличные. Ну, не купить одинаковую Family Look в любом случае, не купить для мамы, для папы, для бабушки, для дедушки, не купить в одном магазине все. Ага. То есть, это нужно, я не знаю, обойти у магазинов, чтобы найти что-то подобное, потратить на это время. Кстати говоря, первый раз, зайдя, я тоже так думал, ну, когда я самый первый раз зашел в этот магазин все свои и посмотрел на цены, Я понял, что люди уже не просто так приходят купить подешевле, там значительно дороже, чем во всех… Ну, да. Хотя обычные вещи, даже без какого-то индивидуализма. Одно дело, за сколько продают, и другое дело, сколько они продают, вот это большой вопрос. Продавать можно, да, ценник можно любой повесить, вот вопрос в том… Ну, любая даже, ну, футболка, это, ну, обычная, без всякого… Вопрос в том, что, да, какая у вас цель, ну, например, если мы заходим там в какую-то зару, да, мы видим, что там непрерывный поток, там покупают всегда. Почему? Потому что нормальная цена, да. И есть где-то там, например, в Дольче Габбана, когда я захожу там, там покупают не всегда, потому что другая цена, вот. Но у них другая маржа и там другие цены и все такое прочее, да. Вы где? Ну, да. Вы где-то средне. Нет, ну, наверное, ближе к зале. Я пытаюсь вот нащупать… Ближе к зале? Да. Вот где вы, да? Где вы, что вы? Ну, Дольче Габбана, конечно, мы не дотягиваем. Да, смотри. Или это индивидуальные принты. Или это, да, индивидуальные принты, как ты говоришь. Может быть, для кого-то важно, наверное. Может быть, человек найдется, который вот это… Там рисунок единорожка, да, хотя, как по мне, они все единорожки одинаковые. Но ты называешь это индивидуальным принтом? Хорошо. Может, у него там рог другого цвета. Вот. Или это одежда для всей семьи, там, в одинаковом дизайне, да. Там мама, дочки, там, не знаю, папа, дедушка, бабушка. Я не знаю, кому это надо, опять же, но, наверное, кому-то надо. Тогда это, как бы, оправдана, наверное, цена может быть, когда-то вот это, да. Я не очень понимаю, да, где вы. Индивидуальные принты, индивидуальный пошив, одежда для всей семьи. Почему так дорого, если это вот детская… Ну, как по мне, дети, футболочки там эти. Ладно, платья там для детей, которые, да, там еще красивые, какие-то нарядные, ладно. А как футболочки, юбочки, это, по мне, таких миллион вообще. Ну, это футболочки, юбочки, это, получается, я не знаю, наверное, 50 или 60 процентов наших продаж. Платья продаются более в исключительных случаях. Да, не в исключительных, а есть определенные временные… Мы знаем, вот, что май… Сезонные, праздники, да. Все, надо все относить. Одни платья. А вот футболку ребенку почему покупают? А футболки и юбки покупают. Именно потому, что индивидуальный принт? Да. Именно вот нам надо футболку… Просто нравится, визуально нравится, а детям нравится, да. Детям нравится, да. Так, доброе утро. У нас сегодня новый день. И сегодня я хотела бы поговорить с вами о наших героях, Кате и Саше, которые вы видели с Сергеем и которые стали участниками нашего шоу. Вообще, бизнес через Инстаграм, бизнес, который мы создаем, чтобы продавать то, что мы воспроизводим, имеет очень много вопросов, потому что зачастую мы верим в то, что у нас очень классный продукт, но а, низкая маржинальность и б, высокая стоимость производительства руками в отношении того, например, чтобы заказать что-то в Китае, конечно же, делают с нами очень злую штуку. И получается, что вроде бы мы хотим производить классный дорогой товар, качественный товар, да, в отличие от китайского, но конкурировать не можем. Поэтому здесь есть несколько вариантов того, каким образом можно или нельзя с этим сражаться. И сегодня я хочу попросить вас написать, а как вы считаете, каким образом сегодня можно конкурировать в этом рынке, каким образом можно делать свой собственный товар, который стоит дороже, чем китайские аналоги, и при этом быть прибыльным. Вообще, возможно ли это? Я уверена, что нас смотрит много людей, которые уже этот путь прошли, возможно, которые уже погорели, закрылись на этом, а, возможно, те, которые имеют успешный опыт. У меня есть свое видение, мы обязательно поделимся им в следующих выпусках и будем пробовать и смотреть. Ведь наша задача не просто сказать, что делать, да, наша задача намекнуть, подсказать, и самое главное – это выявить, вообще стоит ли этим заниматься и имеет ли это какие-то реальные шансы. Потому что иногда гораздо дешевле закрыть бизнес, избавиться от него, заняться чем-то другим, нежели пытаться что-то спасти. Поэтому обязательно пишите свои комментарии. Ну, а мы пока с Алисой погуляем по Испании, обязательно смотрите этот выпуск, потому что, как всегда, у нас интересно. Ну, пошли гулять! Что бы сделала я, например? Оля сказала правильно – взять один проект с возможным хорошим бюджетом, договориться, обсудить, сделать его бесплатно по всем параметрам, но чтобы он вот именно вас потом представлял. Выберите именно то, в чем вам хочется, в какой стилистике, то есть, что вам близко, что вы хотите дальше продвигать. Не надо браться за все. То есть, классика, и Прованс там какой-нибудь, и все это необыкновенно скандинавское, минималистическое, и давайте хай-тек. То есть, ну, все не надо. Выберите какое-то одно направление, сделайте этот проект, покажите его процесс, реализацию, покажите финальные какие-то фотографии, и это будет вашей визитной карточкой. Больше ничего не надо. Потом я знаю, что вы делаете сами визуализация, то тогда вообще, ну, как бы, нефиг делать, не надо платить никому. То есть, ну, я никогда визуализации не делала. У меня уходила куча времени на кому-то что-то доказать, показать, как это у меня в голове выстроилось сразу. То есть, визуализация, это опять, это очень сложная часть нашего процесса. Очень сложно показать клиенту, чтобы клиент был очень доволен этой картинкой, потому что ему все равно кажется, немножко больше розовенького надо, немножко поменьше голубенького, добавить цвет туда и сюда. То есть, он смотрит на детали, а не смотрит именно вот эту концепцию, которую мы видим. Вот, сделать объект, выставить, показать, дать на него рекламу. То есть, на все… Да, то есть, в одно вложиться, но мощно. Потому что, опять-таки, я начала читать, ой, да у нее вкуса нету, да у нее еще чего-то нету. Естественно, что всегда будут разные собаки, которые будут лаять, это вообще нормально. Но нужно сделать что-то, вот то, что будет реально вот по кайфу абсолютному. Я вообще всегда говорю о том, что создай такой проект, вот который ты хотел бы, чтобы у тебя были. Вот в этом ключе. Потому что клиенты так или иначе, они мыслят достаточно… Ну, вот я увидела, о, тут хай-тек, и я хочу хай-тек, да, и пошла. Я, может быть, увидела классический интерьер, она хай-тек классно делает, но я этого не увидела. Я буквально мыслю, раз картинка там, да, значит, мне это подходит. Потому что когда начинают, я еще и в этом, и в этом, и в этом, то сделай тот проект, который бы ты хотела, чтобы у тебя это было, было и было. Открытым его сделать, классным сделать, выстроить замечательные отношения, говорить своим клиентам, у меня отличные есть условия на работу с салонами, там, итальянскими, не итальянскими, украинскими, местными. Стань адвокатом своего клиента, выбивай для него скидки, выбивай для него лучшие условия, пусть он видит это. Всегда об этом клиент хочет говорить, он расскажет об этом своей маме, бабушке, подружке, он обязательно этим поделится. Когда у нас включается искренняя энергия, вот такая искренняя энергия продажника, да. Ко мне в ремонт пришел мужчина Сергей, вот, утром написал мне, что готов мне сделать жалюзи, вечером приехал, он их померял, и на следующий день, утром, написал мне, что они будут готовы 29 числа. Я просто в афиге, потому что обычно, сначала ты трое суток звонишь, никто не снимает трубку, потом через пять суток кто-то к тебе приезжает, потом он забывает замеры, потом он тебя не перезванивает, и потом через три года он вдруг перезванивает и говорит, вы когда-то жалюзи хотели себе сделать. Вот естественно, что если Сергей мне поставит эти жалюзи, реально это будет классно, я буду всем рассказывать и трещать по ушам. Естественно, что вы, услышав, что есть такой Сергей жалюзи, который быстро делает, в следующий раз, когда вам нужны будут жалюзи, вспомните о нем, это логично. И если это просто какой-то Сергей, который что-то Галима сделал, я никогда о нем не расскажу, хотя жалюзи будут висеть точно такие же, но они будут висеть там позже, не так, еще чего-то. Вот этот момент заинтересованности, когда ты видишь, что человек хочет, он включает тебя, он заставляет тебя говорить об этом, и люди тебе верят, потому что это искренне, это не банальная реклама. Жалюзи мне повесил Сергей, этот дизайнер мне сделал вот это, да все что-то делают вокруг. Сейчас, вот сейчас проблема другого характера, всего, извините, как говна, полно, но как только ты начинаешь что-то трогать, настоящего мало, тех, кто за тебя мало, тех, кто с тобой, те, кто быстро, те, кто классно, те, кому не все равно. Мы клиенты сейчас недолюбленные, нам сейчас недолюбленные в плане того, что нас не обращают внимания, нам редко отвечают, нам все тянут. Я хорошо помню, когда мы выбрали офис с Сергеем пять лет назад и задумались о ремонте, я позвонила в какую-то компанию. У меня таким голосом ответили, что мы сейчас разрабатываем проекты, мы вам сможем все нарисовать месяца через три, пока у нас все занято. Ну, приблизительно так. Я же позвонила, я влюблена, у меня мне офис, мне срочно, мне сейчас, мне надо классно, мне офигенно, он такой классный офигенец, вот такая мыра мне. Понимаешь? Да. Человека, когда ремонт, у него пожар, ему срочно, он хочет, он все, он больше не может жить в этом, ему надо сейчас, он купил квартиру своей мечты, у него офис замечательный, у него зашибись, как все круто. Идите в жопу. Ну, у дизайнера нет этого состояния, он не купил сегодня квартиру. Ну, ему дать нужно так же именно этому клиенту, что он поверит, что дизайнер тоже купил квартиру. А тебе дизайнер, нифига не хочется работать. И сказать, да, мы так рады за вас. Значит, идеальная работа дизайнера и любого человека вообще в бизнесе, это тогда, когда к нему приходит клиент, дизайнер разговаривает и говорит, вы знаете, все классно, но я вам не подхожу. Когда ты можешь выбирать своего клиента, или когда он говорит, ты знаешь, все классно, он говорит, у меня бюджет, он говорит, мне вообще пофер какой у тебя бюджет, я хочу это сделать, потому что это классный проект. Вот этот момент, мы попали или мы не попали. У меня было масса свадеб в практике, где бюджеты не тянули меня, но я им говорила, я могу тебе сделать при одном условии, не выносишь мне мозг. Я тебе сделаю офигенно. И вот этот момент энергии, он должен быть, ты должна своего клиента включать. А у нас что люди говорят? Они какая-то злая, неприятная. Ты понимаешь? Это ведь момент того, что они тебя так чувствуют. Тебе это может нравиться или не нравиться, но люди тебя так чувствуют, значит, что-то не то. Нет, мы им, конечно, можем сказать, идите в жопу. Я так и сказала. Не нравится? До свидания. Но, понимаешь, мы можем так остаться без клиентов. Потому что, если у нас все пошли в жопу и никто не остался, мы никому не нравимся, это проблема. Если мы кого-то отталкиваем, а кого-то притягиваем, это нормально. Но притягивать мы кого-то должны. Если мы никого не притягиваем, есть какой-то трабл. Над этим тоже нужно поработать. Я думаю, что тебе нужно работать именно над этим сейчас. А все остальное, вот эта реклама, это ты решаешь мелко. Понимаешь? Нужно всегда рубить главное. Когда ты делаешь главное действие, все остальное решается автоматически. Оказывается, что не нужна тебе нахер эта реклама. Не нужны тебе эти запросы. Зачем ты с ними конкурировать? Дизайнер, имя, бренд, это то, когда приходят на бренд, а не конкурируют в вопросах дешевого дизайна интерьера. Моя позиция такая. Вам не что добавить, Елена? Нет. Так красиво. Так, сижу и думаю, блин, как у меня клево все. Нет, ну это, я смеюсь, но как бы, это очень большой труд. Все равно, то есть это не одно как бы путешествие одно, второе, третье какое-то. Но это очень много именно процесса, которого не творческого. В нашей как бы, ну дизайнерской такой, ну как бы этой работе, мне кажется, первые десять процентов это творчество, а все остальное это крутой project manager, который тупо за всеми все смотрит. За прорабами, за подрядчиками, за клиентами, за сроками, и который выполняет четко эту линию. То есть вот этого творчества, вот этой красоты хватает буквально на первые две недели. Когда ты в этом и живешь, ты это даруешь, это как бы, ну делишься этим, а все остальное ты просто это правильно организационно выстраиваешь, все. Как бы, поэтому, как бы, я не думаю, что это дизайнер одна из самых необыкновенно красивых… Ты убиваешь, понимаешь, когда ты сказала свадьбом организаторов, что это голимая профессия, ты сейчас убиваешь дизайнера, где два часа… Нет, она, опять, любая профессия крута, когда ты этим живешь. Когда не то, что ты пошел учиться этому в 15-16 лет, когда тебе мама сказала. Я дизайнер пошла учиться в 30 лет, когда я только понимала, что именно этим я хочу заниматься. То есть у меня финансовая академия международные экономические отношения. То есть я вообще не имела никакого боку отношения к этому дизайнеру, творчеству или что-то. Но когда я поняла, что именно вот это мое состояние, и я хочу, и я могу, тогда я пошла всему этому учиться дальше. И после… ну, до сих пор… То есть я никогда не останавливаюсь. То есть выставки, семинары, правильные авторские путешествия с общениями архитекторами и дизайнерами… Вот это должно, ну, как бы тебе давать очень большой толчок. То есть Миланская выставка, Парижская выставка, Стокгольмская выставка, Копенгаген. То есть смотря в каком направлении ты идешь. Сейчас на данный момент есть любой вид образовательной программы, где ты можешь себе позволить. Это и Англия, и Италия, Испания хорошая, Москва та же. То, что на уровень выше, чем у нас. Ты хочешь развиваться в Скандинавском – ты идешь в этом. Ты хочешь идти в минимализм – тогда это Италия. То есть, ну, на каждой есть свои какие-то моменты. И это даст намного больше тебе всего того, чем просто где-то проводить время там в компьютере с Пинтереста или что-то. То есть, ну, опять, это мое мнение. То есть, ну, если там вопросы какие-то… Тут момент, еще раз вот тебе говорю, всем остальным. Момент личного бренда, тогда, когда мы продаем с помощью имени, он очень важен. И самое главное – развитие инвестиций, они должны идти в себя. Потому что, когда ты вот этим наполняешься, ты становишься интересным, у тебя становятся интересные мысли, интересные фотографии, интересная трансляция. Люди это чувствуют, и они хотят тебя покупать. Они, опять-таки, повторюсь, нельзя конкурировать в нише, ну, нельзя быть дизайнером в дешевой нише. Там не нужен дизайнер. Там просто нужно клепать проекты. Если ты дизайнер, если ты имя, если ты, неважно, организатор, блогер, неважно кто, ты должен быть личностью яркой. И чем больше ты себя будешь развивать, чем круче ты будешь, тем больше людей будут хотеть нести тебе деньги. Это естественный момент. Вот, как говорится, деньги к деньгам. Поэтому нельзя сидеть, экономить на себе и сидеть вот в нищете, ну, я условно говорю, да, делая какие-то мелкие дела и думая о том, что эти придурки богатые почему-то ко мне не приходят. Они очень не сильные придурки, они очень умные люди. И вот этот момент энергетики, он ключевой. Он ключевой. Поэтому в себя, в себя и еще раз в себя. Вместо того, чтобы подумать над тем, как настроить рекламу, подумай, как настроить себя. Я думаю, что это задание тебе до нашей следующей встречи внимательно над этим подумать, составить для себя план своих действий, подумать над тем, каким образом ты можешь найти проект, который ты можешь классно реализовать. подумать над перестройкой этой системы. Понимаете, я все время говорю о том, что есть два пути. Есть путь бананов, когда мы каждый день думаем то, о чем ты говорила. Я боюсь, что у меня прекратятся мелкие заказы. Но, по большому счету, никто тебе не запрещает. Посадила какую-то Машу и вообще к этому не имеешь никакого отношения. Не Татьяна Зайцева не упоминается там никогда. Просто, если есть поток таких клиентов, ты можешь с этого какие-то деньги зарабатывать, пусть эта Маша фигачит. Но твоя задача построить плантацию, создать свое имя, и сделать так, чтобы к тебе приходили, чтобы ты делала, а, крутые проекты, то, о чем говорил Сергей, ты будешь получать от этого удовольствие. Все равно какое-никакое 10% будешь получать. Ты будешь получать от этого деньги, ты будешь получать возможность больше в себя вкладывать. Будешь заниматься, задай себе вопрос, что тебе в этой профессии вообще нравится, что ты хочешь делать, как часто ты хочешь куда-то выезжать, чем ты хочешь вообще, как твоя жизнь с этим связана. И через это ищи развитие И через это будут приходить и деньги И все остальное В мелочи ты там умрешь Вот выгребание вот этих вот копеечек Это вообще не тот масштаб мысли Который должен быть Если ты действительно хочешь кем-то стать Сделать так, чтобы говорить Да, Таня Зайцева, да, да Мы знаем, такую хотим, очень классно Здорово, замечательно Это гораздо ближе, чем тебе кажется Но над этим нужно поработать Над этим нужно сосредоточиться и поработать Лена Петреско не сосредотачивалась на своем имени Она просто занималась этим Ну так, ей понравилось, да И в какой-то момент это пришло Я в свое время точно так же У меня не было цели сделать имя Я просто была увлечена Когда ты осознанно делаешь имя Это уже проще, ты уже понимаешь Зачем это, как это, твои действия более точные Ты движешься более быстро Но приложить усилия надо Все, что быстро, это все точно так же быстро тает Понимаешь, на этом далеко не уедешь И плантации не построишь Поэтому давай до следующего раза Ты серьезно над этим подумаешь Да У тебя остались какие-то вопросы сегодня? Уже нет Я считаю все быстро Всем привет, друзья Ну что, я с большим удовольствием приглашаю вас 16 августа официально на нашу зажигалка бизнес-пати Это будет самая крутая бизнес-вечеринка этого лета Потому что на ней будем присутствовать Во-первых, мы с Сергеем Во-вторых, все участники нашего шоу Очень много начинающих предпринимателей И, конечно же, эксперты, которые уже были в нашем шоу Которых еще не было в нашем шоу В общем, все эти люди, которые окажутся 16 августа в Киеве Обязательно к нам придут Для того, чтобы вы могли задать им свои вопросы Для того, чтобы вы могли с ними потусить И, конечно же, для того, чтобы мы могли оторваться Ведь помимо бизнес-части у нас обязательно будет настоящее веселье С самыми классными ведущими нашей страны С самыми интересными шоу-группами и вообще развлекательными программами Для того, чтобы мы могли с вами не только поговорить о бизнесе Не только загрузить свою голову, но и разгрузить свои тела Попрыгать в бассейн, выпить вкусные коктейли В общем, сделать все самое приятное и полезное Поэтому обязательно сегодня бронируйте себе билет Занимайте, забирайте свое место Пока это не сделал кто-то другое Покупайте его по самой низкой цене Потому что, к сожалению, да-да, мы будем повышать цены По мере того, как будем продавать все больше билетов И мы бы очень хотели, чтобы вы прям сегодня сделали то, что делают классные предприниматели Не тратили время даром, не тратили деньги даром А сразу же забирали свои места и точно знали, что вы будете делать 16 августа Наша программа будет постоянно обновляться Но могу обещать вам одно Что мы не расскажем вам всего того, что там будет Но там будет по-настоящему офигенно Поэтому мы ждем вас Обязательно бронируйте свое место Приезжайте к нам Для иногородних у нас есть возможность поселения в отеле В общем, забрасывайте нашего менеджера вопросами, если они у вас есть Мы обязательно во всем вам поможем И очень хотим, чтобы вы стали участником нашей феноменальной пати Кстати, где я презентую обязательно свою книгу Я надеюсь, что мы все успеем это сделать И вы станете участником самого зажигательного выпуска нашего влога на ютубе Ермилова зажигалка бизнес влог Так что до встречи, друзья А я пока из Испании шлю вам большой привет Ну, смотрите, я вот как бы вижу два пути Первый путь – это очень мощно развивать свой канал продаж Каналы продаж, вкладываться в них Либо вкладываться в то, чтобы очень сильно удешевить производство, например Для того, чтобы давать большую скидку Потому что скидка, ты говоришь, 30% Которую вы дадите там в розницу Она никого сегодня не обрадует вообще Абсолютно Пятьдесят? Пятьдесят не обрадует Минимум сто То есть минимум Вы же сами сто зарабатываете, да? А почему думаете, что розница меньше? Розница меньше ста вообще неинтересна Ну, представь, если ты держишь магазин И у тебя затраты пять тысяч долларов в месяц Сколько тебе надо продать? Тоже сколько тебе надо продавать этого всего, представляешь? Чтобы заработать Им нужна маржа Им не 20, не 30% Самое главное, как людей привлечь Им надо 100, 200, 300 Для этого вы должны очень дешево им отдавать Тогда вы будете сами зарабатывать много У вас очень высокая себестоимость Но на сегодняшний день Когда производить можно вообще закопить Удишвить не можем вообще никак Это уже и так минимально Ну, ткани мы по опытовой цене берем Печатают нам тоже практически по опытовой цене Ну, удешевить всегда нужно Швей нам шьют тоже по опытовой цене Купить, поставить цех Купить себе то, что печатает То, что там... Принт Только можем купить машину для печати На самом деле, нам шьют и так по очень низкой цене Мы даже вот в цехах, где очень большие И оптовые по 100, по 300, по 1000 футболок Шьют по такой же самой цене отшивают То есть, ну... Почему это так дорого? Ну, потому что индивидуальные машины Потому что, ну, намного дешевле купить Чем произвести самому, да Почему я могу пойти в Зару купить там за 4 доллара Уже в рознице Потому что, может быть, в Китае, где они там, не знаю, закупают у них... В рознице? В рознице я могу купить У них 10 тысяч сразу Не, ну почему? Сейчас в Заре, например, женская футболка стоит минимум 850 гривен, наверное 600, 850 тоже не сильно дешевле Это какая-то обычная Без какого-то там нанесения Или какого-то определенного красивого принято Я пытаюсь что-то нащупать, да Мы в разные стороны вот ходим Сейчас пока за что зацепиться вообще Как по мне, ваше позиционирование, оно такое расплывчатое, да И вот какое-то непонятное для меня Ну, и мы по-разному мыслим даже Да, да, да Ищем, как, куда, скажем, двигаться Красивые авторские аксессуары Какая ручная роспись на регланах и футболках Что такое ручная роспись? Ну, это ручная роспись, это я беру реглан Краской И сама рисую, да, красками Потом проглаживаю, фиксирую этот рисунок И он очень хорошо держится Для меня это минус Да, для большинства людей, да Это как фишка, получается, им очень нравится Я хочу заводскую, заводскую Потому что там хотя бы как-то, ну, качество как-то хотя бы гарантировано, да Ты сама говоришь, что это не... Ну, просто качество ручной росписи в 2 раза лучше, чем печать Это 100% проверено У меня уже просто ребенок насел, это стирается Ну, там намертво просто краска, как в своей одежде Она как клеенка потом послепроваживая Да, она не трескается, не портится Для самых маленьких мы предлагаем боди-юбку, моксики Ну, тогда, если никто эту ручную роспись Может, тебе просто эту ручную роспись сделать? Да, уже делали, а наоборот ушли от нее Да, ушли как варенье Я уже не могу Потому что, конечно, штамповать, да А что тогда, что из всего этого реально привлекает людей? Ну, это вы считаете своим преимуществом? Изначально ручная роспись привлекала, потому что изначально с этого я начинала А потом мы начали делать в юбочке платья Вот сейчас платья пользуются популярностью, аксессуары Ну, вообще, я же говорю, общие... Платья какие? На выход, бальные? Допускные платья, да, там, ну, на дни рождения покупают На Новый год Что вас приносит больше всего денег? Какая продукция? На трикотаж, ну, да Бодики, футболочки, юбочки То, что для всей семьи, особенно, да Может быть, вам лучше сузится, ну, допустим, уйти от каких-то другого, что занимает много времени Ну, проще всего мне производить платья Их не нужно ни печатать, отвозить То есть, в принципе, можно заниматься только платьями И в этом направлении двигаться Ну, в чем вообще фишка вот вашей бизнес-модели, я пытаюсь понять Такая, ну, такая вот идет работа, очень большая, да Много работы по привлечению клиента в Инстаграме Много работы потом с ним, логистики по общению с этим клиентом Много логистики и труда по изготовлению этого продукта Всего, ну, очень-очень много трудозатрат и очень, ну, маленький, как по мне, результат, да Продажи на 2000 долларов в месяц весь бизнес, как бы, это очень мало Изначально мне казалось это прилично, поэтому для своего собственного производства Какая-то была тенденция, что оно увеличивается хоть как-то, но по чуть-чуть Я думала, что это будет понарастающе, да, как-то развиваться, развиваться А потом раз, в какой-то момент, все Я предлагаю все закончить сегодня, да, чтобы в голове все эта информация переварилась Я вообще зацепиться не понимаю, за что, вообще не понимаю Я куда-куда не вот не ткнул, мне ничего не нравится, кроме Инстаграма Свои идеи напишите, да, потому что у меня нет идей Как ребятам больше зарабатывать на том, что они сейчас делают И сегодня нет, да Мы приехали в музей Сальвадора Долин Все, что вы дальше будете видеть Это, в общем-то, музей Стараюсь вам что-то показать Это внутренний дворик Очень красивое место, если будете в Испании Непременно его посетите Ну, а пока посмотрите, в общем-то, небольшой мой обзор Что я для вас сняла Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал и ставьте маме лайки Все, друзья, я надеюсь, что этот выпуск вам понравился Подводя итоги, могу сказать вам, что я уже почти привыкла ходить с селфи-палкой Не обращать внимание на людей И, знаете, работать как настоящая ведущая в прямом эфире Когда что бы ни происходило, ты говоришь Со своей стороны, хочу попросить вас сегодня Обязательно написать, что вы думаете о наших новых героях Что бы вы, что бы вы им порекомендовали? Я вас уже об этом просила Сделайте это, пожалуйста Напишите, как вам история нашей Татьяны И насколько вы считаете, наши рекомендации с Леной оказались для нее правильными Стоит ли исследовать или, возможно, есть какой-то другой взгляд на вещи Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал В следующем выпуске у нас будет Юстина И очень интересное интервью с моим другом, владельцем сети салонов И самой крутой школы парикмахерского искусства Искусство стилистики, не знаю, как это правильно назвать В общем, обязательно нас смотрите А мы будем, в свою очередь, стараться, конечно же, делать все интереснее и лучше Ну и напоминаю о том, что под этим видео есть множество ссылок В которых вы можете увидеть все самое интересное На что мы обращаем и акцентируем ваше внимание И на то, как, собственно, стать участником нашего шоу И, конечно же, следите за нашим ремонтом Потому что уже со следующего выпуска все будет развиваться еще более, гораздо динамичнее И я буду рассказывать вам о тех людях, которые принимают в этом участие Это владельцы шикарных, классных компаний Это люди, которые круто, быстро работают Это люди, которыми я уже восхищена И я непременно с каждым из вас, с каждым из них вас хочу познакомить Чтобы вы знали, какие классные люди есть в нашей стране Какие крутые предприниматели есть Какие творческие, замечательные и потрясающие Ну, я, собственно, пошла отдыхать Вам желаю хорошего дня И не переключайтесь, как говорит Андрей Малахов, дальше только интереснее Субтитры сделал DimaTorzok